Все эти войны-то, они не от хорошей жизни, эти войны от того, что в стране давно назрели реформы, но для того, чтобы эти реформы провести, должна быть сменяемость власти, работающие институты. С Путиным это просто невозможно. Путин это консерва. Это когда все остается как есть, ужасно, и никакого будущего. А в таких условиях, как правило, растут протестные настроения, появляется запрос на смену власти и так далее. И, значит, путинскому режиму нужна будет какая-то новая внешняя авантюра для того, чтобы отвлекать внимание. Поэтому, на мой взгляд, любые вот такие переговоры, они временные. Я не утверждаю, что, значит, не нужно прекращать. Я как раз мечтаю о том, чтобы это все закончилось. Да, и на приемлемых для Украины условиях, естественно. Но я предполагаю, что Путин уже не способен управлять Россией в условиях, как бы, мира. Потому что это сразу, как бы, снижает его рейтинг, повышает риски, внутриполитические риски. Мы же увидели в ходе даже так называемых выборов, какой большой запрос на любого вообще даже неизвестного противника войны, даже, который очень мягко об этом заявляет. Дунцова, потом Надеждин, которым я уверен, заявлением которых у Украины много претензий. Да, потому что они пытаются, так сказать, между струйками бегать. Я их понимаю, как бы, ну, по-другому там невозможно. Ну, даже такие спокойные, умеренные заявления, даже с намеком, что мы против войны, да, даже, когда они боятся сказать, там, о том, что Крым был аннексирован, да, и что нужно восстановить границы 91-го года. Они не могут такого сказать, но даже умеренные комментарии привлекают огромное внимание к ним, да, то есть мы видели очереди за Надеждина, мы видели, какой был интерес к Дунцовой. Мы увидели полдень против Путина, очереди были против Путина, а не за Путина. Это же проблема, нерешаемая. Потому что, несмотря на то, что Путин заявил о своих, там, 87%, ну, мы-то все увидели реальные цифры. Мы их увидели, потому что есть математические, так сказать, расчеты. У нас есть такой Шпилькин-математик, который может просто на карте вам показать аномальные голоса. Так вот, он показал их минимум 22 миллиона, да, а есть еще расчеты новой газеты 37 миллионов. То есть половина за Путина голосов просто нарисовано вброшен. Я просто знаю, например, как в ряде стран в посольствах рисовали, просто вбрасывали, там, по десятке тысяч голосов досрочно. Чего просто физически даже невозможно реализовать, потому что, ну, не может, например, там, условно Кипр. Они взяли 37 тысяч голосов, Путина нарисовали. А я туда приезжал в Лимассол, и 5 часов стоял, ну, я 4 часа, а очередь была, там, весь день. И за весь день в Лимассоле проголосовало 3 тысячи человек. Ну, то есть 37 тысяч никак не могло проголосовать, там, досрочно. Просто, ну, невозможно физически. То есть это значит, очередь должна была стоять, ну, там, 12 дней. Но этого не было. Очередь, да, в посольство. 12 дней с утра до вечера, вот тогда бы 37 тысяч голосов бы они могли получить. Ну, то есть просто тупо нарисовали. А на участках, где честно считали, есть несколько таких участков. Путин набрал от 40 до 60 процентов с явкой, там, чуть больше 50, и той нагнанной явкой. От 40 до 60, когда против тебя, ну, вообще никто. То есть как только бы против тебя появлялась какая-то более-менее внятная кандидатура, то 40 и 60 бы обнулились сразу. Это говорит о том, что запрос на перемены очень высокий. Просто общество пока не может этот запрос реализовать. И вот когда заканчивается стрельба, заканчивается война, то понятно, что внутренняя повестка начинает доминировать. А в этой повестке Путин сразу проигрывает. Вот просто обратите внимание, значит, война в Чечне, да, позволила Путину прийти к власти. Потом, значит, был Беслан-Норд-Ост. Он этим воспользовался, отменил выборы, там, губернаторов и так далее. Потом война в Грузии, да. Потом аннексия Крыма. Потом вот война. Каждый раз, когда у него падает рейтинг, а падает рейтинг у него ровно в мирное время, он начинает внешнюю авантюру. Я просто не вижу, а какие еще у него есть опции этот рейтинг удерживать в мирное время. Он что, реформы будет проводить? Нет. А в мирное время очень сложно оправдывать репрессии, что ты сажаешь людей на 15-20 лет просто так. Вот. Одно дело, когда идет война, можно на войну все списать, сказать, что там пятая колонна, там, не знаю, госдеп, там, британская МИ-6, да, руками националистов там в Киеве пытается, так сказать, развалить нашу страну. Поэтому мы сейчас жесткие меры, так сказать, принимаем в отношении тех, кто работает на иностранцев. Это как-то они еще с помощью пропаганды могут оправдать. А когда не будет никакой войны, как они будут это оправдывать? Это только приведет к протестам. Сначала они пойдут в регионах, тем более он сколько денег потратил на войну, а в результате инфраструктурные проекты денег не получили. Вот у нас там дамбу прорвало, до этого в Подмосковье трубу прорвало, там дома остались без отопления. И это будет происходить просто, ну, постоянно. Дамба, Орск, там, Оренбург, Белгородская область, еще что-то. Давайте об этом подробнее. И просто Путин не в состоянии решать эти вопросы. Он просто не сможет их решить. Они уже не решаемы с этим режимом. Да, потому что решать нужно было 20 лет. Дороги строить, школы строить, трубы, так сказать, менять и так далее. Все. Сейчас этот режим такие проблемы решить не может. Поэтому любой протест они будут закатывать в асфальт. Ну, в какой-то момент крышка рванет, да? Когда ты парня выпускаешь из котла, он тебя рванет рано или позже. Ну, вон, смотрите, какие протесты на фоне затоплений, да? То есть люди обращаются к Путину с мольбами, да, о помощи, а не с критикой. И вот несмотря на то, что этой дамбе там, да, которая затопила, которая прорвала, ей там было до около 10 лет, на нее миллиард рублей потратили. То есть она не такая уж и старая. Я все ждал, когда там расскажут про каких-нибудь украинских диверсантов, но пока такой версии не прозвучало. Да, Пешков признаешь... Грызуны же, по-моему, грызуны были в лабораториях украинских, так сказать, разработанные, да. Но признают власти, что ситуация критическая, да, об этом говорит Пешков и с тем же Орском, и с наводнением теперь в Оренбурге, затапливая каждый день чуть ли не новую тысячу домов. Вот так как на это отреагировали федеральные власти, да? Да, Путин туда даже не прилетел, не собрался, там он, да, пособник Кремля, этот Марков, политолог, говорит, что и правильно, что Путин не прилетел. Он бы мешал там спасателям работать, все бы на него отвлекались, хотели бы с ним пообщаться, так что не пролетело хорошо. В целом, как отреагировали на это федеральные власти? Потому что на реакцию на Белгород, да, где люди живут действительно как в зоне боевых действий, мы помним, когда Соловьев с федерального телеканала с экрана начал говорить им, заткнитесь, твари. Как вот здесь? Я думаю, что они, конечно, найдут денег. Они как-то там половину распилят, естественно, как всегда, но как-то они заткнут эти дыры. Ну, просто нет смысла обсуждать конкретную эту ситуацию. То есть, все равно в стране много денег, и Путин эти деньги выделит. Тем более, я слышал про оценки что-то там в районе 40 миллиардов рублей. 40 миллиардов рублей – это 400 миллионов долларов, ну, евро, там, неважно. Вот, а на войну он тратит 120 миллиардов долларов. Поэтому там 40 ярдов найти, чтобы сейчас всех успокоить, они найдут. Ну, просто когда такое будет происходить регулярно, а еще не будет никаких там угроз внешних и прочее, прочее, то люди будут на это по-другому реагировать. Да, ты здесь найдешь 40 ярдов, там найдешь 20, потом у тебя это все закончится. И дальше уже протест будет радикализироваться. Ну, то есть, это не быстро будет происходить, но в какой-то момент и в Москве что-нибудь произойдет. Тоже теракт в Крокусе. Это же ведь, с одной стороны, пока не вызвало каких-то протестов. Вот, ну, я просто понимаю, что думают сейчас москвичи, что мы этому козлу, блин, доверили всю власть в стране, да, он нам обещал бороться с террористами, мочить их в сортии. Но мы сейчас видим, что спецслужбы умеют только хватать безобидных людей, протестующих. Но от террористов защитить нас не способны. А я думаю, что проблема, там, исламского терроризма, это та проблема, с которой Кремлю придется дальше сталкиваться. Они ничего делать не умеют. Они ловят кого там, кто у них террористов. Борис Акунин, Геннадий Гудков, ну и так далее. Гарри Каспаров. Вот с какими террористами они борются. А с настоящими террористами, да, они сделать ничего не могут. Вот, и тем более, ну, грубо говоря, если ты находишься на службе, и тебе для того, чтобы заработать звездочку на погонах, достаточно там кого-нибудь в терроризме, какой-нибудь оппозиционер обвинить для продвижения по службе, ну, разве ты будешь с автоматом бегать за террористами где-нибудь там в лесу? Ну, зачем рисковать жизнью, если у тебя для карьерного роста тебе достаточно лайки считать в ВКонтакте? А вот вы знаете, Дмитрий, как сейчас активные стали сотрудники вот той же ФСБ, да, на которую, в общем-то, все косо смотрят из-за того, что даже если российские спецслужбы не были причастны к этому теракту, то как минимум показали свое халатное отношение к работе и недооценили угрозу. Об этом, в общем-то, говорят и в украинской разведке. Значит, вот буквально за последние несколько дней заголовки ТАСС. ФСБ заявило о предотвращении теракта на военном объекте в Донецке. ФСБ заявило о предотвращении теракта в синагоге в Москве. ФСБ задержало мужчин, которые планировали провокации в ряде российских городов. Что это вот предотвращатели так разошлись? Это сейчас они пытаются таким образом показать, ну, что, мол, деньги нам не уменьшайте, да, финансирование. Мы работаем, смотрите, сколько всего предотвращаем. Ну, это называется пиар. Может быть, они там действительно что-то предотвратили, но когда они предотвращают каждый день что-то после такого теракта, то я не могу избавиться от ощущения, что это просто пиар-компания, спецслужб, для того, чтобы реабилитировать, отмыть свою репутацию. Вот и все. После того, как Россия, несмотря на все заявления и ИГИЛ, несмотря на то, как ехали российские силовики и спецслужбы на территорию, на место теракта, после того, как задержаны были люди, которые сначала даже по-русски говорили сложно, правда, потом выучили, значит, целый сценарий о том, что они должны были ехать в Киев и там получить по миллиону рублей. Но этого мало было обвинить просто Украину. Естественно, надо было как-то привязать сюда еще и Запад. Украинскую компанию Буризма, в которой работал сын Байдена, обвинили в финансировании теракта на территории России. Мы видели статистику, что больше половины, в целом, ну, около половины россиян, если не ошибаюсь, по версии Financial Times, поверила в то, что Украина так или иначе к этому причастна. Теперь, видимо, новую версию продвигает, что за всем этим стоят Соединенные Штаты Америки. Это такая возможность, не просто Соединенные Штаты Америки, а семья Байдена. Это такой способ, не знаю, что помочь Трампу в предвыборной кампании или это просто, как всегда, не конкретно к Байдену, а к Америке в целом. Нет, смотрите, им просто версию с исламским терроризмом некуда, так сказать, пришить. Да, потому что у них на протяжении последних 10 лет главный оппонент – это Запад. Да, Украина, Запад, Америка, Великобритания и так далее. Вот, а, скажем, проблема терроризма – это то, где всегда Россия и Запад были на одной стороне баррикад. Это никак не выгодно пропаганде. Ну, просто это ломает их всю картинку. И здесь, понятно, им нужно было снова показать, что как раз конфронтация с Западом – это, ну, надо как-то оправдать, правильно? Нужно продемонстрировать. Смотрите, это они стоят за этим терроризмом. Но, опять-таки, подчеркиваю, вот вы сейчас сказали там про социологию какую-то, но по социологии Путин у нас имеет 146%. Просто померить вы не можете никак. Опять-таки, кто верит пропаганде? Это люди, которые сидят у телевизоров. Это в основном аудитории там даже уже не 65+, а может быть 70+, в основном в провинциях. И то, даже в этой аудитории очень много людей, которые смотрят нормальные медиа, газеты, журналы, ютуб-каналы. Поэтому те, кто верят, это в основном такое болото. Ну, хорошо, но сегодня они верят там в инопланетян, завтра они верят в украинских нацистов, послезавтра они верят в каких-то там американцев, которые организуют теракты. Но это на самом деле никак не влияет в целом на политическую ситуацию в стране. Почему? Потому что в случае перемен, то есть на выборах все равно власть не меняется. Она будет меняться, скорее всего, через улицу. Или через раскол элит, или еще как-то. Так вот те люди, которые верят в пропаганде, это самая пассивная масса людей. Они не выйдут никогда Путина защищать. Они сегодня там верят в инопланетян, а завтра они поверят в дух Навального, что он вернулся и воплотился там. То есть, ну, как бы, это вот... А люди, думающие, они, конечно, в это во все не верят. Они просто, может быть, во время соцопросов ничего не говорят. Ну, потому что у нас за оправдание терроризма можно сесть. Более того, я сам на всех СМИ всем даю советы очень аккуратно комментировать теракт. Да, потому что вас могут, вот как недавно художника одного, да, взяли и посадили по статье за оправдание терроризма. Так что это ничего не значит. Что он такого сказал? Он сказал, а почему, странно, раз уж если вы говорите, что это там Украина, почему теракт тогда в Крокусе, а не в Кремле? Казалось бы, да, ну, такой, в принципе, понятный вопрос. Но, тем не менее, его арестовали, его посадили по статье оправдания терроризма. И таких сейчас дел будет много очень. Поэтому, подчеркиваю, те люди, которые верят в украинский след, это те люди, которые поверят во все, что угодно. Завтра просто сменится пластинка на первом-втором канале, и они будут верить, там, не знаю, в китайский след, в какой угодно след. А те люди, от которых что-то будет зависеть, ни во что не поверят. Ну, просто решают всегда, в диктатурах решают пассионари, там, 5%, которые выйдут на улицы, которые будут организовывать какие-то компании, которые будут что-то финансировать. Да, вот эти люди, которые окажут, ну, ключевое влияние на дальнейшее развитие страны. Поэтому все эти, там, сюжеты на первом канале, это просто для тех, от кого никогда ничего зависеть не будет. Ну, нет, когда-нибудь, может быть, будет, когда мы выбор вернем часто, но не в путинской России. Еще немного о противостоянии России и Запада. Значит, Лукашенко съездил к Путину с ночевкой, значит, два дня они там обсуждали, в том числе, кстати, и этот, так называемый, мирный план Турции. Ну, а еще одна тема была, которую озвучил Лукашенко, это он ответил на вопрос, почему белорусские военные не принимают участие в войне против Украины. Он как-то так даже пожаловался, говорит, украинцы забаррикадировались, заминировали границу так, что туда даже, значит, не подойти, плюс Украина держит, там, 120 тысяч военных на границе с Беларусью. Но скоро, мол, говорит, Украина, если перебросит этих военных на восток своей страны, а на границу с Беларусью поставят французских военных, Лукашенко говорит, вот тогда, мол, мы посмотрим, может быть, и придется идти в атаку. Это что вот в целом, то, что он публично, да, вот начал вот это объяснять, забаррикадировали, заминировались, это такое оправдание, чтобы не участвовать в этой войне полномасштабно, то есть Путину сейчас нужно и важно для того, чтобы, ну, все-таки склонить Лукашенко. Или если бы он хотел, он бы это сделал хоть завтра. Лукашенко – это чемпион по сидению на двух стульях. В принципе, да, уже многие на Западе сейчас ценят эти качества Лукашенко, потому что действительно он в войне не принимает участие, несмотря на давление Путина, несмотря на попытки как-то ему денег дать, я не знаю, ну, втянуть его во всю эту авантюру. Поэтому, конечно, он ни в какую войну вступать не собирается. Я думаю, что и не вступит. Ну, ему надо как-то вот выглядеть на фоне Путина тоже таким мачо, что если что, да он там соберет всю армию, пусть только попробует. Ну, я тоже могу, так сказать, демонстрировать браваду, понимая, что никаких рисков от моих пустых слов не будет для меня. То же самое и Лукашенко. Ну, а что стоит грозить шведу, грозить Западу, грозить там Америке или Франции, понимая, что исполнять это не приходится. И не придется никогда. Да, согласен с вами. У нас еще пара новостей осталось, Дмитрий. Во-первых, ночью Иран запустил по Израилю несколько сотен ракет и дронов. То есть еще одна война, возможно, разгорается прямо сейчас на Ближнем Востоке. Не без помощи Ирану, не без помощи России, точнее, Ирану удалось создать якобы ядерную программу уже полноценно. И теперь звучат заявления о том, что Иран вообще может ударить по Израилю ядерным оружием. Израиль в ответ говорит что-то типа, у нас ядерного оружия нет, но если нужно, мы по вам его применим. Не все, значит, в ожидании сейчас, что же там произойдет. Ну, о союзничестве Ирана и России мы знаем давно. Но любопытно, что этот обстрел более двух сотен ракет и беспилотников, он произошел буквально через несколько дней после того, как один из главных пропагандистов и, ну, как сказать, философов русского мира, если так можно выразиться, Александр Дугин, он порассуждал про Иерусалим. Говорит, что Иерусалим это русский город, им будет править русский царь царей. И цитата, русский город, Иерусалим, либо будет русским, либо его не будет вообще. Конец цитаты. Ну, мы понимаем, что можно, конечно, по-разному относиться к этому, да, и к тому же Дугин, обращать на него внимание или нет. Но если в публичном пространстве, вот, опять-таки, да, это процитировали огромное количество федеральных медиа, один из приближенных к Путину идеологов, да, его, вот, заявляет о том, что в России есть претензии и на Ближнем Востоке, в том числе на святой город Иерусалим. Как вы думаете, Дмитрий, стоит ли на это обращать внимание, зачем это могло быть сказано? Ну, мне кажется, если мы зайдем в какую-нибудь психиатрическую больницу, да, и пообщаемся там с пациентами, то мы увидим большое количество людей с претензиями разного уровня и разного масштаба. Проблема в России в том, что эти пациенты получают какие-то там должности в университетах или там в президентских командах. Вот, я думаю, что, конечно, на Дугина мало кто обращает внимания в России. Вот, но, ну, безусловно, конечно, они будут использовать любую возможность для того, чтобы отвлекать внимание от войны с Украиной. Поэтому, конечно, они, конечно, радуются тому, что может быть новая заварушка. Вот, несмотря... Во-первых, хотел бы, значит, выразить мои слова поддержки моим друзьям, и не только друзьям, да, в Израиле. Вот, я ночью как раз не спал, написал, что желаю удачи израильской ПВО. Вот, я очень рад, что, ну, практически все-все ракеты, да, все эти дроны были уничтожены. Ну, понятно, не только Израилем, но и Орданией, и Америка, в первую очередь, и Великобритания. Вот, дальше, конечно, я за этим слежу, потому что есть опасения, что может там начаться большая война. И здесь, конечно, очень многое будет зависеть от усилий дипломатов, в первую очередь, американских дипломатов. Но очевидно, что израильская армия, да, вместе с союзниками просто блестяще подготовились. К нападению отразили, ну, практически весь этот удар. Там, на самом деле, насколько я понимаю, даже не 200 было всяких разных объектов, а больше 300. 311 это точно, что было на 8 утра. Вот, я даже прочитал, что что-то еще не больше. Вот, и, конечно, всякие Дугин, они радуются, потому что, как начинается новая война, да, и эта война будет отвлекать внимание Запада от Украины. Это значит, что Украина будет гораздо сложнее получать финансирование какое-то, а это значит, выгодно России путинскому режиму. Ну, поэтому Дугину включают микрофон и дают ему, так сказать, возможность сказать все, что хочет сказать. Хотя, вот сейчас я даже не готов никаких прогнозов давать. Потому что у Израиля появилось абсолютное право, да, сейчас ответить. Вот, к чему это приведет, не знаю. Продолжение следует... Продолжение следует...